Всем привет! И у нас очередная распаковка. И здесь у нас вот такое чудо. Мультиметр цифровой Венлаб. Моделька 600М. В комплекте у нас сам мультиметр. Провода. Запасные предохранители. Предохранители здесь быстрые. Меня спрашивали, как отключить обычные предохранители от быстрых. На самом предохранителе есть маркировка. Буквочка F. Где маркировка, написан его номинал. Вот здесь выбит. Начинается с буквы F. Вот это значит FAST. Быстрые. Вот здесь быстрые предохранители. Также в комплекте батареи. И инструкция пользования. Ну и как бы и всё. Кто постоянно смотрит мой канал, знает, что у меня не так давно был на распаковке, на обзоре вот этот мультиметр. Тоже в Венлаб. Только здесь моделька у нас 600А. Это у нас 600М. Мультиметр мне действительно очень сильно понравился. Кстати, благодарю за совет одного моего зрителя, подписчика, не запомнил имя, извините, который посоветовал заклеить магнит скотчем. Да, это очень здорово. Почему? Потому что мусор металлический, который может к нему прилипать, у меня не прилипает. Хотя я его вожу с собой. В сумке. Ну, иногда бывает мусор металлический прилипает. То брать просто так с магнита тяжело. А со скотча очень просто. Скотч оторвали и весь мусор высыпался. Очень полезный сайт. Так вот, мультиметр отличный. Я им постоянно пользуюсь. И сейчас он у меня, вот, как ежедневный мой мультиметр, который реально у меня всегда под рукой. Ну и давайте сравним с моделькой 600М. Ну, во-первых, отличия сразу видны даже невооруженным взглядом. Прежде всего, что здесь только ручной выбор диапазонов. Я знаю, что многие из вас предпочитают автоматический выбор. Причем даже не такой, а полностью автоматический выбор. Но автоматические приборы, они нравятся только начинающим. Даже не мастерам, а так вот любителям. Потому что мастерам автоматические приборы, они, конечно, удобные. Но они из-за автоматики, они немножко тормознутые. Ну и мастеру, вот реально мастеру, автоматический прибор, он не нужен и больше мешает. Вот здесь только ручной выбор пределов. Практически такой же, как вот в моем самом любимом приборе, которому уже очень много лет, который покупался еще в конце 90-х, наверное. Вот здесь вот, вот это вот вообще мой самый любимый прибор, потому что он просто любимый. И вот здесь тоже вот ручной выбор диапазонов. Дальше смотрим. Все то же самое. Переворачиваем. Все то же самое. Тот же магнитик. Кстати, очень реально полезная штука, и которой я пользуюсь иногда. Можно примагнитить и держится он очень хорошо. Магнит тут реально, ребята, мощный. Держится на любой вертикальной, естественно, не только вертикальной поверхности. Итак, давайте вставим сюда батарейки, и проверим, насколько точно же он у нас показывает. Для установки батарейки нужно открутить всего один единственный винтик, что тоже очень удобно. Потому что здесь нужно открутить целых четыре винтика, предварительно сняв вот этот кожух. Потому что винтики у нас крепятся аж вон там. Ну, правда, здесь прибор работает от кроны, и вот этой кроны хватает нам много-много лет. Я, наверное, как-нибудь сниму видео, и покажу, какая крона стоит какого года. Там будет видна, вы удивитесь. Здесь у нас четыре батареечки, четыре пальчика. Хотя вам на камеру может показаться, что их тут всего два. Две батареечки, но нет, тут их четыре. Потому что они прячутся вот туда. И мне прибор с четырьмя батарейками нравится намного больше, чем с двумя. Ну, а вообще, мне больше всего нравятся приборы именно на кроне. На кроне они работают дольше. И он у нас сразу, видите, включился. То есть приборчик у нас рабочий. Верхнее положение, офф, его выключает. И вот здесь, смотрите, какая интересная штука. Так вот, это ничто и иное, как обнаружение пультов с инфракрасным управлением. Например, пультов от телевизора. Мне часто приносят на ремонт и всевозможные пульты. И я когда-то сделал простейшую схему. Вы не смотрите на Arduino. Arduino это совершенно для другого. Это у меня копер ключей от домофона. А вот эта вот маленькая часть, это как раз у меня и служит для обнаружения, для проверки пультов. Очень удобно. Тут у меня и световая, и звуковая сигнализация нажатия кнопок на пульте. Вот давайте я нажму. Этим моргает светодиод. И слышен звук. Звук я сделал тихий, чтобы можно было работать даже по ночам. Ну, так можно сделать его очень громким. И, что самое ценное, не нужно направлять пульт на него. Можно в потолок. Вот я в себя направляю, видите, в обратную сторону. Вот у нас передатчик, видите, светодиод. А он все равно срабатывает. Очень удобная штука. Так вот здесь в этом приборе, по сути, такая же схемка, но... Тут светится только светодиод при нажатии на кнопки. Но, пульт мы должны подносить практически вплотную. Вот, видите, вам видно. Вот загорается красный светодиод. Если мы относим... Вот сколько тут, пару сантиметров. И все. То есть, на таком расстоянии не работает. Естественно, не работает, если мы будем направлять в потолок. Куда-то еще, видите. Ну, то есть, надо вплотную. Очень неудобно. Причем, пульт закрывает мне этот светодиод. То есть, смотреть на него надо, вот как-то, вот так вот сбоку. Сели батарейки. Так вот. Может быть и повторюсь. Если вам приносят пульты на ремонт, очень и очень редко, раз в пятилетку, то вам нет смысла собирать вот эту нормальную схемку. И в этом случае, вот эта функция в приборе вам очень поможет. Ну, она есть, и это лучше, чем когда ее нет. Я вообще ожидал немножко большего от этой функции. Думал, не надо будет доставать вот эту схемку. Поставил приборчик, раз, раз, раз. И будет удобно работать. Но нет. Она работает, но надо подносить вот так вот вплотную. Но, в принципе, почему нет. Если приноупчиться, да, я поспешил все-таки его ругать. Вот, вот в таком, да. Надеюсь, его видно. Да, он моргает. То есть, в принципе, работать ей удобно. Просто надо приноупчиться. Так что, забираю свои слова обратно. Функция есть, она рабочая. И пользоваться ей, в принципе, достаточно комфортно. Главное, расположить пульт именно вот таким образом. Достаточно удобно. Все. Это не минусы. Из минусов выбираю это в плюсы. Понятно, у нас определение фазы NCV. Дальше у нас идут сопротивления. Звуковая прозвонка и диодная прозвонка вынесены отдельно. Что тут у нас интересное? Определение емкости до 100 микрофарад. Частота. Коэффициент усиления транзисторов. Ток. Состоянный. Переменный до 20 А. Напряжение переменное до 750 В. Ну и постоянное напряжение до 1000 В. Подсветка здесь точно такая же, как и в том. Очень удобная. Очень хорошая. Если долго удерживать, видите, получается фонарик. Следующее нажатие выключает все. Ну и давайте самое основное. Насколько он точен. Подключим приборчик к источнику образцового эталонного напряжения. Кто не видел прошлое видео. Значит, вот на этой бумажке у меня написаны значения, которые вот эта платка выдает в реальности. Эти значения получены очень высокоточным. Это проверенным, сертифицированным, поверенным оборудованием. Поэтому то, что вот реально выдает, написано вот здесь. То есть 2,5 В, 5 В, 7,5 В. И вот значения, которые реально выдает вот эта маленькая микросхемка. И давайте посмотрим, давайте ее включим и посмотрим, что нам покажет прибор. Сейчас у нас стоит диапазон 6 В на приборчике. 2,5 В я выставил. Реально выдает 2,49 В. И мы видим 2,49 В. То есть отлично. Переключим на 5 В. Мы видим четко 5 В. Видите, у меня тут 5,00. Но здесь мы видим 4,9 В периодов. То есть заявленная точность у него 0,5%. Плюс-минус 0,5%. Плюс 5 знаков в последнем регистре. То есть прибор показывает идеально. Ну, по крайней мере, до 5 В. Переключим его на следующее напряжение, на 7,5 В. Я специально не переключаю. Прибор нам сигнализирует о том, что измерение диапазон напряжения выше, чем которое мы установили. И начинает сразу пищать. Видите? Показывает нам ошибку. Подключает контакты. И сигнализирует, что мы неправильно установили ползунок. Так. Переводим его сюда. И сюда. И мы видим 7,48. Тут 7,49. То есть идеально. Следующий параметр 9,98. А должно быть 10,0,0. То есть идеально. Так. Ну и проверим звуковую прозвонку, которая для меня очень важна. На скорость. Класс. Вот она. Она реально очень быстрая. Без задержек, без замедлений. При отключении двойной писк, но задержки нету никакой. Небольшая задержка при отключении, но опять, это если только мы долго держим после второго писка. А так, задержки нету вообще никакой. Супер. То есть идет подтверждение, что это короткая, а так, класс. Вот он. Вот он, ребята. Достойная замена вот этому моему старичку. Потому что вот этим прибором, в основном, если честно, я и пользовался. Ну, кроме ручного измерения, я пользовался в основном именно из-за его великолепной звуковой прозвонки. И вот здесь тоже такая же отличная звуковая прозвонка. То есть, можно сказать, идеальный прибор. С чего начнем? Ну, давайте вот 1 Ом. Это с очень маленькой погрешностью. Буквально 1% резистор на 1 Ом. Ставим тут 600 Ом. И вот мы видим 1 и 1 Ом. А нет, 1 Ом точно. Ну, вы же знаете, да, чтобы добиться действительно точных показаний, нужно подержать несколько секунд. Это в любых приборах. Еще раз, чтобы это не казалось случайностью, видим точно 1 Ом. Отлично. Давайте я вам покажу, что мы с вами измеряли. Что это был точно у нас 1 Ом. Вот, видите, 1R00. То есть, 1 Ом. Ну, вот, 100 Ом давайте возьмем. И что мы видим? 99,6. То есть, 100 Ом в пределах погрешности. Это уже самого резистора в пределах погрешности. Прибор показывает очень точно. Ну, и возьмем 21 Мега Ом. О, какие у меня даже есть. Большие. И посмотрим. Предел 60 Мега Ом. Да, я не сказал, у прибора 6000 отчетов. И вот мы видим 2099, то есть 21 Мега Ом. Если вы ищете недорогой и хороший прибор, то вот он перед вами. Ну, и этот классный, и этот классный. Они по-своему все замечательные. Оба прибора у нас True RMS. Здесь у нас полуавтоматический выбор, здесь у нас ручной выбор. Ручной выбор лично мне нравится намного больше, чем автоматический. Полуавтоматический, это такой компромисс между автоматическим и ручным. Поэтому я этим прибором и пользуюсь. Что он все-таки не автомат. Автоматы я не признаю вообще из-за их тормознутости. Вот этот прибор мне очень понравился. Ссылочку на него я оставлю в описании под видео. И запомните, приборов много не бывает. Ну и все-таки, если уж действительно придираться, об одном минусе я все-таки скажу. Это от этих надписях. Дело в том, что тут у нас просто краска поверх корпуса. И со временем она безусловно будет стираться. То есть так долго, как вот этот прибор. Я думаю, он не проживет, тут у нас все сотрется. А здесь нет. Здесь с обратной стороны надписи. Поэтому тут можно хоть спиртом, хоть ацетоном тереть. Они не затрутся. Ну и отсутствие кнопки включения. Вон, оп. Все-таки штука очень полезная. Ну а по поводу того, что надписи стираются. Вот посмотрите на мой ОМОН. Видите? Надписи стираются, если им постоянно пользоваться. Они пока еще видны. Пока еще читаются. Но уже стираются. Но зато этот прибор достаточно точный. Очень хороший чехольчик. Которым очень хорошо хранить наши проводочки. Вот так щупы. Кстати, вот тут еще один минус. Вот смотрите. Вот эти колпачки обычно я всегда выкидывал. При использовании вот этим прибором они мне были не нужны. Почему? Видите, как тут прячутся щупы. То есть они здесь ни за что не задевают. Даже если их носить в рюкзаке, в сумке. Они как бы утопленные. Ну, не задеваешь. Здесь они торчат. Торчат очень сильно. Поэтому вот здесь обязательно нужно одевать вот эти колпачки. Чтобы они вам не продырявили сумку, рюкзак, да и просто палец не поранили. Но это если вы носите с собой. Если вы носите его с собой не планируете, то соответственно и колпачки вам эти здесь не нужны. Отличный прибор, который смело могу рекомендовать мастерам. Ну и соответственно и любителям тоже. Особенно мне понравилась вот эта штучка. Удобно. И я и буду пользоваться. Это вот железно. Ну, а про вот этот прибор у меня есть отдельное видео. Если вы еще не видели, посмотрите. Ссылочка будет там же в описании. Ну и вот здесь где-то тут подсказка. Ну и для самых терпеливых, кто досмотрел это видео до конца, я покажу, что внутри этого прибора. А внутри он выглядит вот так. Тут мы видим светодиод фонарика. Штыки ручек. Такого же плана в виде роли антенны. Для обнаружения скрытой проводки. Ну и собственно зуммер, микросхемки, все дела. Давайте посмотрим крупным планом. В общем, выглядит вот так. Пайка хорошая. ПЗУ для сохранения настроек. То есть все достаточно сделано прилично. Два предохранителя. Чтобы его разобрать, батарейки из батарейного отсека доставать не нужно. Ну, в принципе, и все. Вот такая вот платка. Разработка 9 мая 22 года. Свеженький. Ну, теперь точно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.